На избирательных участках процесс голосования контролируют волонтеры и представители общественных организаций. Все причастные соблюдают меры предосторожности. Каждому участнику голосования на входе измеряют температуру и выдают вот такой вот пакет. Здесь находится бюллетень, маска, перчатки, ручка и дезинфицирующая салфетка. После чего он проходит к этому столу и повторно дезинфицирует руки. Одним из первых свою гражданскую позицию выразил Владимир Василенко, заместитель главы Самары. Он отметил, что в такой исторический момент, когда речь идет о дальнейшей судьбе страны, никто не должен оставаться в стороне. Прогарантировали на сегодняшний день увеличение пенсии. Это для людей старшего поколения. Вторая, если мы говорим по поводу минимальной зарплаты, она тоже на сегодняшний день прогарантирована. Не сидеть на диване и говорить, а там без меня все решить. Нет, каждый голос важен, надо идти и говорить. Если у тебя иная точка зрения, ты идешь и выражаешь, у тебя есть это право. Отдал свой голос и член общественной палаты Самарской области Виктор Полянский. Он предпочел проголосовать на дому. К нему пришли представители избиркома и наблюдатели. Вся процедура голосования по внесению изменений в Конституцию прошла на пороге квартиры. Бесконтактно, с соблюдением всех мер предосторожности. Это очень важно, чтобы мы сами участвовали в определении будущности нашего государства, общества, всей нашей страны. Выразить гражданскую позицию поспешил и председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт. Как человек творческий, в первую очередь он обратил внимание на изменения, касающиеся сферы культуры. То, что происходит в государстве, не должно касаться каждого. Мы живем в нашей стране, и это важно. Выразить свое отношение к тем изменениям, которые касаются каждого. Выразить свою позицию стремятся все активные жители региона. Конституция, по которой живет страна, была принята в 1993 году. Сейчас уже другие политические реалии, другой век, другое тысячелетие. По мнению многих, необходимость изменений давно назрела. Не каждому поколению выпадает такая уникальная историческая возможность принять участие в формировании основного закона страны, Конституции. И я очень рад, что именно нашему поколению выпала такая возможность. 1993 год был совершенно другой период исторический. За это время многое произошло, и, конечно же, есть те моменты, по которым необходимо внести изменения. Очень важно и сегодня, и всегда быть активным и соответствовать трендам времени. Сейчас у нас 21 век, и, конечно, жизнь наша стремительно меняется. И я считаю, что государственные документы, они должны соответствовать современности. На то, чтобы выразить свое отношение к изменениям в главный закон страны, есть еще три дня.